Необходимо научиться формировать в себе вот этот внешний облик уверенного, ответственного и так далее. То есть, с одной стороны, справляться с негативными эмоциями изнутри самих себя, чтобы меньше тревожиться, меньше переживать, меньше расстраиваться, меньше реагировать на какие-то оценочные суждения, на неприятные ситуации, на какие-то, то, что называется, абьюзами, харассментами и прочими всеми вещами. Потому что от этого тоже от всего надо защищаться. А с другой стороны, с внешней стороны, необходимо формировать такой поведенческий паттерн, который позволит вам демонстрировать окружающим вашу состоятельность, уверенность и так далее. Что я со своей стороны могу к этому предложить? Значит, я как бы не специалист по такой пикаперой что-то, а вот по женскому пикаперству. Поэтому я не скажу вам, как формировать эту внешнюю форму. Но я четко понимаю, что нужно делать с внутренней формой, что нужно делать для того, чтобы вы справились с этим чувством слабости, неуверенности, тревожности, беспокойства, с этим пониженным настроением, с этой утратой ощущений перспективного будущего, депрессивными мыслями, с этой внутренней раздражительностью, неспособностью контролировать собственные эмоциональные состояния. Вот в этом как раз я могу помочь. И курс «Шаг за шагом», который мы создали как раз на основе базовых таких инструментов, которые позволяют человеку реально влиять на свое эмоциональное состояние и формировать это чувство уверенности на уровне телесных, на уровне восприятия, на уровне дыхательных техник, на уровне когнитивных настроек. Потому что там целый раз, я уже говорил про требования, это когнитивная настройка, значит, про прогнозы негативные, что же когнитивная настройка, про объяснения, которыми объясняется положение, например, женщины в обществе и так далее. Все это иррациональные установки, с которыми нужно уметь справляться. Если вы не умеете справляться, то они загонят вас в угол. Они и мужчин-то часто загоняют в угол, а женщины тем более, потому что в отношении них таких настроек создано больше, чем в отношении других. Ну и, наконец, третье. Наш курс позволяет, по сути дела, менять мировоззрение, менять отношение человека к мировоззрению. Это не какая-то жизненная философия. Мировоззрение – это отношение человека к самому себе, это отношение человека в рамках межличностных контактов, межличностного, межчеловеческого взаимодействия. И это отношение человека к миру. Очень многое зависит от того, как вы настроены по отношению к миру. Если вы считаете, что он угрожает вам, мир мужчин – это тоже мир, кстати сказать. Мир родителей – это тоже мир. Мир детей – это тоже мир. То есть это под миры большого мира, в котором мы живем. Работодатели – это тоже мир и так далее. Конкуренты – это тоже мир, если вы бизнесмен. Значит, соответственно, вот эти миры, они тоже имеют, как бы сказать, такую природу с настройками, которые мы должны менять. Отношение к самим себе, наше понимание себя в межличностных отношениях с другими людьми. И то, что мы собой представляем в отношении различных аспектов вот этих больших миров, подразделов большого мира. И это наиважнейшая составляющая. Ну и самое главное, если у вас есть какие-то люди всегда, которые вам, как бы, люди вообще, люди, они такие вообще добрые, внутри только. А при взаимодействии они бывают злыми. И, к сожалению, женщинами часто манипулируют, как мужчины, часто родители, часто мамы, к сожалению, и часто коллеги и прочее. То есть это такая вещь, уязвимость, которую демонстрируем из-за этого внешнего, оно вызывает у людей это желание, значит, вот так потроллить. И они бьют всегда в самое слабое место. И если у вас есть слабое место, вы беспокоитесь за собственное здоровье. Вы беспокоитесь за то, как вы уступаете перед другими людьми. Вы беспокоитесь, насколько вы успешны в отношениях с представителями противоположного пола. Вы переживаете там вот из всей этой массы всяких разных причин и обстоятельств. Вот, значит, окружающие будут иметь искушение вас в это уколоть. Поэтому если у вас есть что-то вроде панических атак, ипохондрий, вот этого сложности высказывать собственное мнение, выступать на публике, конкретные страхи, полеты на самолетах, самостоятельного перемещения, нападения и так далее, и так далее. Вы, безусловно, должны обучиться техникам, которые позволяют вам с этими страхами справиться. Если вы сможете управлять своими эмоциями, если вы сможете минимизировать негативные свои реакции в том общественном пространстве, в котором вы окажетесь, вы уже слегка продемонстрируете этим людям, что они не имеют права на вас нападать, они рискуют, если они это сделают. И при этом вы сохраните доброжелательность, уверенность, потому что человек, который не испытывает негативных эмоций, он, наоборот, чувствует себя уверенно, спокойно. И это состояние транслируется окружающим, вот, и это транслируется детям, вот, потому что мамы часто не понимают, что тревожности у детей, их неспокойствие, их нервность, их вот какая-то такая непоседливость и так далее. Это просто калька с ее внутреннего состояния, которое ощущает ребенок. Вот. Женщины часто не отдают себе отчет, что плохие отношения с молодым человеком, с мужем, вот, это результат ее собственных тревог. Например, женщина может испытывать тревогу в связи с тем, что мужчина ей, как ей кажется, может изменять. Вот. Дальше она начинает его мысленно в этом подозревать. Это тревога, да, то, что отношения разрушатся, она переживет предательство там и так далее. Вот. И даже он ничего, как бы, не собирался делать и не делал, вот, но женщина может своим страхом разрушить эти отношения. Вот. И таких кейсов огромное количество, вот, самого разного свойства, когда какие-то, что называется, наши личные тараканы, не вылеченные, не пролеченные, да, эмоции, с которыми мы не научились справляться, вот, которые действуют разрушительно, в конечном итоге разрушительно действуют и на наши отношения с другими людьми, и, конечно, на наши отношения с самими собой. Вот. Поэтому, если говорить про системность подхода, если вы хотите, чтобы ваша уверенность, ваша сила, ваша независимость в хорошем смысле, да, не в негативном, не в разрушительном, а в хорошем, в созидательном смысле, все бы это развивалось, первое, что мы должны сделать, это укрепить внутренние основания, укрепить эту внутреннюю цельность, укрепить эту внутреннюю решимость, уверенность, чувство внутренней силы, вот, а это возможно только в том случае, если вы умеете справляться с теми психологическими проблемами, которые возникают у нас из-за наших негативных эмоций.